Всем привет! Вы на канале Хвойный и с вами его ведущий и владелец Алексей. Это видео будет посвящено черенкованию хвойных в 2024 году. Я покажу в нем какие сорта я использую, от каких отказался, покажу технологию черенкования, расскажу что я поменял в этом году, покажу вам процесс нарезки черенков, буду также говорить о сроках черенкования. Если будет кому-то интересно, то подписывайтесь. Также хочу порекомендовать вам мою группу в Телеграме. У меня там есть группа, в которой я выкладываю новости, какие-то моменты, видео выкладываю, которые не всегда получается выложить на YouTube. И также у нас есть чат, он немногочисленный, но там можно обсудить проблемы свои, поспрашивать у людей более опытных, более знающих. Так что, если будет кому-то интересно, то подписывайтесь, буду вас ждать там. Ну, а мы, наверное, начинаем. Начнем с того, что у нас в Краснодарском крае в середине февраля сформировалась теплая погода. На улице было около 15 градусов тепла. Иногда даже доходило до 17 градусов. Понятно, что это оттепели и могут быть дальше морозы, но для меня это такая отсечка. В это время я начинаю черенковать. Некоторые говорят, что надо черенковать с начала марта. Некоторые говорят, что можно уже с конца января, начало февраля. Но у меня такая отсечка. Это вот 14 февраля я начинаю черенковать, как правило. Ну, сильно спешить я не стал и начал нарезать растения, которые были у меня дома. Вот сейчас на видео показано туя восточная. В этом году я решил брать черенки чуть-чуть по-другому. Я их не застригаю, концы все я оставляю, потому что я подумал, что лучше они укоренятся. Я их посажу на контейнер по 9, а там уже, если будет необходимость, то застригу растения. Потому что для растений так стресс укоренение, а так я дополнительно еще их укорачиваю. Ну и в теплице я заметил, что большие черенки укоренились получше, чем маленькие. Средний размер черенка я брал у туи восточной 15-17-18 сантиметров. Насколько мое решение было правильным, я вам скажу уже летом, когда буду пересаживать их на контейнер P9. Ну, а сейчас мы будем надеяться, что я все сделал верно. После того, как я нарезал черенки, я их вяжу в пучки по 50-100 штук, где как, у каждого сорта по-разному. И ставлю в воду. Делаю я это для того, чтобы стебли набухли, впитали все в воду и лучше шло укоренение. Но опять же, у других блогеров я видел, что они эту процедуру не делают, а сразу сухими их макают в укоренители и высаживают. Поэтому, насколько эта процедура является обязательной, сказать я не могу. Но я делаю так. Ну, а тут показан процесс набивки кассет. Хочу чуть-чуть об этом рассказать. Изначально я делал смесь торф-перлитый песок. Но потом эта смесь мне не понравилась, потому что, во-первых, смесь получилась тяжелой из-за песка. Во-вторых, полив был затруднен, потому что оказалось, что поливать однородный субстрат намного проще, чем поливать смесь, состоящую из торфа, перлита и песка. Хотя у других видеоблогеров я видел информацию о том, что они черенкуют в чистом песке или в чистом перлите. И у них результат получается очень достойный. Насколько это правдивая информация, утверждать я не буду. Возможно, мне попался не такой хороший песок. Или я эту технологию просто-напросто не понял. Но лично мое мнение, что для черенкования идеально подходит смесь, состоящая из торфа нейтрализованного. У меня это агробалт. И перлита. После того, как я забил кассету и полил ее, я намечаю маркером. Делаю это, как правило, для того, чтобы видно было центр кассеты, куда устанавливать черенок. И для того, чтобы при посадке не сломать черенок. Потому что иногда такое бывает, что стебель заломится и потом переживаешь, укоренится он или не укоренится, выкинуть его или оставить. В этом году я использовал два укоренителя. Первый это ризопон двухпроцентный. О нем уже все рассказывали, останавливаться я не буду. А второй это корневин. Использовал я корневин российского производителя. Он называется на русском корне и на английском вин. Это не реклама. Использую я его уже второй год. Он себя неплохо зарекомендовал на туях. И легкоукореняемых растениях, таких как у меня это бересклет, самшит, ну и прочих. Спиреи всякие. Он довольно-таки хорошо себя показал. И я не вижу смысла переплачивать на легкой и среднеукореняемых растениях за ризопон. Понятно, что я на блюеров его не использую. Но для той он идеален. После того, как я посадил черенки, я отправляю кассеты на транспортировочную тележку. Когда тележка будет заполнена, отвезу ее в теплицу. У меня в тележку помещается 12 кассет, типа Ель 96 ячеек. Возможно установить сюда и больше кассет, но тогда они могут поломаться при транспортировке. Здравствуйте! Сегодня 18 февраля. Решил показать вам, как выглядят черенки хвойных растений в теплице. Это у нас Golden Braband. Сейчас покажу поближе. Далее идет Aurea Nano. Ну и совсем немного сделал Smaragda. В этом году решил упор не делать на туи, а сосредоточиться больше на можжевельниках, тисах. Потому что туи уже очень много. А можжевельники у меня, в принципе, неплохо получились в прошлом году. Температура в теплице вот такая. 1,8 градуса, влажность 85. Прикупил также механически, но он пока врет, его надо регулировать. Потому что электроны иногда выходят из строя. На данном видео показан процесс установки кассет в теплицу. Как мы видим, тут тоже у меня чуть-чуть новшества есть. Я решил не ставить кассеты вплотную к стенкам. Сделано это было по двум причинам. Во-первых, крайние ячейки очень сильно нагревались от поликарбоната. Ну и из-за чего я еще натянул спонбонд. Во-вторых, полив, вот форсунки, били по стенкам и выбивали крайние ячейки. Поэтому они очень сильно страдали. В итоге я решил отодвинуть ячейки на 5-7 сантиметров от края. Ну и мерил, будет ли достаточно данной дорожки или нет. Дорожка получилась около 30 сантиметров. В принципе, мне для полива и для того, чтобы там обслуживать растение, этого достаточно. Но вам я для комфортной работы советую делать дорожку около 40-50 сантиметров. Но мне теплица больше не позволяла сделать этого. Потому что если я убираю один ряд кассет, у меня дорожка сразу около метра образуется. Она мне такая не нужна. Ну и по-другому я ничего сделать не мог. Я пробовал их крутить, вертеть. Ну, как получилось, так и получилось. В маленькую теплицу у меня помещается 23 ряда кассет по 5 штук, а в большую 29. Ну, единственное, последний ряд я чуть-чуть не доставляю. Для того, чтобы было лучше обслуживать. Сегодня 6 марта. И вот что я заметил. Я черенкал мирем, вот эту верхнюю часть кассеты, числа 15-16 февраля. Потом у нас был небольшой перерыв по этому сорту. Кассета стояла полузабитая в теплице. И сегодня я решил его закончить. И вот как мы видим, те черенки, которые были зачеренкованы раньше, уже пошли в рост. Вот можно заметить, что они стоят уже такие зеленые. Вот этого окаймления нету, как на этих. То есть черенки уже пошли в рост, уже будут укореняться. А вот у меня пучок. Вот вообще заметно, я думаю. Так что я надеюсь, что к концу апреля уже появятся первые корешочки. Так что весна идет. Все, всем спасибо. До свидания. Процесс нарезания черенков и установки их в кассет туи западной, будь то мирием, сморакт или другое прочее, ничем не отличается от туи восточной. Единственное, вот у мирием, это сам по себе небольшой сорт по высоте, поэтому черенки у нее поменьше. Если у восточной они были там размером с ладонь, то у мирием, ну, чуть больше половины ладони. У блю чипа, ну, практически все то же самое. Я также нарезаю черенки размером с ладонь. Также устанавливаю их в воду и потом макаю в корневин. Резапон я на блю чипе не использую. У него и так хороший результат по укоренению. Мне этот сорт очень нравится. Он настелющийся, очень красивый, яркий. Я думаю, он будет пользоваться спросом. Его я сделаю много. Ну вот, мы плавно переместились во вторую теплицу. И хочу показать, какие тут условия. Давайте начнем вот с чего. Температура приблизительно 8 градусов и влажность 75%. Тут работы еще очень много. В настоящий момент я считал, что забито около четверти от этой теплицы. То есть, давайте покажу. Тут еще работы очень много. Тут также есть и туя западная. Есть голден глобоза, по-моему. Это у нас мирием есть. Есть блю чипы, там арицифолия, минжулип и еще много чего интересного. Нарезка черенков у Купреса Цепариса Лейланда, goldrader, ничем не отличается от нарезки черенков туи или можжевельников. Единственное, на чем я хочу остановиться, это сказать спасибо Давиду за то, что предоставил мне этот сорт. Я за ним очень долго охотился и наконец-то нашел. А это моя большая теплица. Она уже практически закончена. Остался вот этот уголочек. Надеюсь, что скоро его доделаю. Надеюсь, на этой неделе и будет. Она уже готова. И черенкование 2024 года хвойных будет у меня окончено. Для вас это видео длилось 13 минут, а для меня оно длилось полтора месяца. Было очень много приятных моментов. Ну и также были и тревожные. Связанные с тем, что я не успею зачеренковать такой объем. Слава Богу, мне помогало большое количество людей. Хочу сказать спасибо людям, которые поставляли мне материалы. Спасибо большое Денису, Давиду. Без вас я, наверное, такой материал не нашел бы хороший. Также хочу сказать большое спасибо семье, которая мне помогала, резала, сажала, поддерживала. Ну, а если у вас остались какие-то вопросы, то можете задать их в комментариях. Буду рад на них ответить. Также, если будет интересно, то подписывайтесь на мою телеграм-группу. Все, всем пока.